Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня я расскажу вам о, не побоюсь этого слова, гениальных находках косметики последнего времени из ухода и не только, из корейского и не только. Это видео мы снимаем совместно с iHerb и по ходу этого ролика я расскажу обо всех преимуществах не только шоппинга на iHerb, но и также партнерства с ними. Ну что, поехали! Очень долгое время в этом году я не пользовалась никакими гидрофильными маслами и также гидрофильными бальзамами для снятия макияжа, но это действительно один из самых удобных и эффективных способов очищения кожи. И когда я начала поиски вот этого недостающего этапа в своей уходовой рутине, я остановила свой выбор на проверенном бренде, это I'm From. Я видела множество положительных отзывов на этот очищающий бальзам и у меня был хороший такой позитивный опыт использования эссенции, тоже, кстати, с инжиром. Также порадовало то, что как раз были скидки на iHerb, поэтому я отхватила этот бальзам значительно дешевле. В принципе, на iHerb настолько разнообразный и богатый ассортимент, что каждый найдет что-то для себя. Это не обязательно должна быть корейская косметика или японская, она там родом со всего мира, и из Америки, и из Новой Зеландии, и из Австралии, и Канады, откуда угодно. И каждый найдет что-то для себя, независимо от вашего бюджета. Можно приобрести недорогое средство, пользоваться им, ощущать себя на миллион баксов, и твоя кожа будет выглядеть точно так же. В моей уходовой косметичке и декоративной есть не только что-то люксовое, что-то такое, что стоит непонятных денег, но и также доступные средства, которые работают ничуть не хуже. Возвращаясь к этому бальзаму, это даже не совсем бальзам, а скорее щербет. То есть он вот такой как бы полупрозрачный, и когда ты наносишь его на лицо, а мы наносим такого плана средства на сухую кожу, он постепенно превращается в жидкое масло. Но оно не вязкое, оно не жирное. Потом мы добавляем воду, продолжаем аккуратно массировать, и благодаря вот такой текстуре наши пальцы скользят, мы не растягиваем кожу. Все это очень приятно, нет ощущения того, что ты нанес на себя что-то, что хочется поскорее смыть, а когда добавляешь воду, это средство превращается в молочко. И вот когда ты продолжаешь умываться, все хорошо сходит вместе с вашим макияжем. То есть кожа после него очень нежная, она бархатистая, она мягкая. И это один из тех бальзамов, который дает ощущение увлажненности кожи после умывания, после очищения или до макияжа. Он хорошо справляется с декоративной косметикой, но это увлажнение не за счет вот какой-то пленки, да, которую он оставляет после себя. Но есть средства, которые пересушивают кожу. Это совершенно другая сторона баррикад. У этого щербета приятный, нежный, ненавязчивый аромат. Также в комплекте прилагалась вот такая небольшая удобная лопатка. Ты набираешь и вовсе не нужно залезать туда руками. И также мне нравится то, что вот производитель называет свое средство инжирный очищающий бальзам. Ты смотришь состав и это не просто громкое название. В списке ингредиентов экстракт инжира находится на первых позициях. Это значит, что он действительно там есть и есть в большом количестве. Я скажу вам больше, я приобрела еще и третье средство от I Am From. И это тоже достойнейший продукт, о котором я расскажу чуточку позже. С наступлением холодов я ощутила, что мне нужно переходить на какой-то более плотный и питательный крем под глаза. До этого я использовала глубоко увлажняющий от Andalou Naturals. Он также прекрасен, особенно на холодное время года, если у вас жирная кожа, если вам нравятся такие более легкие текстуры, но при этом действенное средство, то тоже можете обратить на него свое внимание. Я же люблю, чтобы крем распределялся буквально как масло под глазами. И также я искала такое средство, которое будет совмещать антивозрастное действие, превентивное или которое будет как-то слегка разглаживать имеющиеся морщинки. И чтобы было вот это питание, очень сильное восстановление. И в конечном итоге я приобрела не просто классный крем для век, но еще и самые красивые мои косметички. Я ожидала пластиковой упаковки, ну чего-то в этом духе, а в итоге это маленькое произведение искусства от бренда Misha. Я выбрала для себя крем с женшинем. Будьте предельно осторожны с корейской косметикой, да и в принципе не только, но заказывая на iHerb, вы имеете гарантию качества и оригинальности. Я не рискнула заказывать где-то в другом месте. И когда я распаковала свою посылку из iHerb, поняла, что этот крем тяжеленький, это очень эффектно смотрится на туалетном столике или в ванной комнате. И к этому крему буквально тянется рука. Он заявлен как антивозрастной, восстанавливающий, уплотняющий и осветляющий область под глазами. Конечно, все это не происходит с дня на день. Такому средству нужно дать какое-то время для того, чтобы он поработал. Но сейчас настолько эффективное уходовое средство, что действительно со временем ты замечаешь, что есть определенные положительные изменения. И этот крем продавался в комплекте еще и с удобной лопаточкой, которую я сейчас забыла в своей ванной комнате. Он имеет очень легкую отдушку розы, но вот нежные розы, не старомодные. Это не отталкивающий аромат и у него такая плотненькая текстура, то есть такая, какую я собственно и искала. Но он очень хорошо распределяется, ты ничего не тянешь и его не нужно наносить много, поэтому этого крема хватит надолго. Я бы сказала так, это крем не для молодой аудитории, но если вам еще, скажем, нет 30, а вы замечаете на себе какие-то возрастные изменения, возможно, ваша кожа просит у вас какого-то более интенсивного, восстанавливающего, питательного ухода. Мне почти 34 года, и я могу сказать, что кожа и под глазами, в принципе, сейчас выглядит лучше, чем тогда, когда мне было 24, потому что в первую очередь я неправильно за ней ухаживала. Я не могу сказать, что сейчас я лучше и больше сплю, но тем не менее я вижу такие приятные изменения в своем внешнем облике. Этот крем также хорошо подойдет вашим мамам, например, бабушкам, если вы ищете что-то в качестве подарка. Это достойнейший выбор, и тот, кому вы его подарите, будет в абсолютном восторге от визуального исполнения и также содержимого и результата, который можно от него получить. Что здесь в составе? Во-первых, целый ряд растительных ингредиентов, в том числе дикий женьшень, экстракт красного женьшеня. Это мощные антивозрастные компоненты, уплотняющие, осветляющие, также ферментированные экстракты грибов. Грибы – это те компоненты, которые очень часто используются в косметике азиатского происхождения. И когда какие-то ингредиенты поддаются ферментации, они после этого способны глубже проникать и, соответственно, лучше работают. Также здесь в составе есть порошок оленьих рогов. Звучит немножко крипово, но дело в том, что у нас здесь и в Азии несколько разные популярные ингредиенты косметики. И у них это как бы в порядке вещей, все окей, это тот ингредиент, который часто добавляют в косметику корейского происхождения для осветляющего эффекта, точно так же, как экстракт грибов или экстракт женьшеня. Мне нравится, что после нанесения кожа ощутимо такая напитанная, она мягкая, но нет вот этого какого-то масла, которое может затекать. Часто, когда крем питательный и антивозрастной или одно или другое или все вместе, ты наносишь его на ночь и утром просыпаешься, у тебя подпухшие глаза. В этом случае такого нет. Также мне нравится использовать его под макияж, потому что пока я там собираюсь, сушу волосы, он хорошо впитывается и на него прекрасно ложится декоративная косметика. И никакой консилер или пудра для фиксации консилера под глазами мне не страшна, потому что в течение дня кожа очень хорошо восстановлена, напитана. Ну а что касается осветляющего и антивозрастного действия, об этом я расскажу чуточку позже. С этим брендом я познакомилась буквально случайно, я просматривала новинки, я не всегда руководствуюсь исключительно положительными отзывами при покупке, но очень часто я анализирую состав, смотрю, что нам обещает производитель и потом экспериментирую на себе. И оказалось, что их линейка для отшелушивания, для обновления кожи, часто для проблемной кожи, мне безупречно подходит. Я думаю, что если вы смотрели хоть одно моё видео, то видели мои любимые, самые обожаемые рабочие пластыри от прыщей, от того же бренда Some By Me. Также мне хорошо подходил их крем зелёненький, там тоже АХА кислоты, БХА и какие-то успокаивающие компоненты. Потом уже остаток я отдала своей подруге, она всегда даёт мне обратную связь, она вау, это суперсредство, которое как утюг буквально разглаживает твою кожу и заставляет сиять как самовар. Далее мне также понравился их солнцезащитный крем, это был полностью минеральный фильтр, по-моему, к сожалению, его сняли с производства. Но я уже где-то там предполагала, что эти пэды тоже могут на мне сработать, и я не ошиблась. Это как такие тоненькие диски, которые хорошо пропитаны тоником. У Some By Me есть ещё и тоник с похожим составом, но это такая более новомодная версия уже готового средства к использованию, без баловства, с вот этими ватными дисками, без заморочек, но с дополнительными бонусами. Что здесь интересного? Во-первых, здесь есть АХА кислоты, это то, что помогает убрать роговевшие клетки, то, что хорошо отшелушивает нашу кожу. БХА – это солициловая кислота, то есть что-то, что очищает поры, растворяет жир и предотвращает появление чёрных точек и также помогает поскорее от них избавиться. У меня очень часто именно забиваются поры, именно поэтому я использую не только фруктовые кислоты, но и солициловую кислоту, но главное, чтобы она не была агрессивной. И вешенка на торте этих пэдов – это увлажняющий и успокаивающий эффект. Не поверите, но это действительно так. Здесь в составе есть ЦИКА, то есть это мощнейший, один из самых популярных компонентов, который пришёл к нам из Азии. Сейчас он очень часто появляется в косметике европейского производства или американского. Это то, что действительно снимает вот этот раздражающий эффект от АХ кислоты и также помогает нашей коже быстрее восстановиться. Или в принципе после всего, что вы могли с собой сделать, ЦИКА – это прям супер. Ещё здесь большое содержание, насколько я поняла, настойки из коры ивы. Она тоже обеспечивает вот это увлажнение и восстановление. Как этим пользоваться? Вы достаёте пэд. Сначала поворачиваете его ребристой поверхностью и проходитесь по Т-зоне. То есть там, где у нас чаще всего появляются закупоренные поры, чёрные точки, где кожа жирнится и лоснится больше всего. Вот прям диск супер мокрый, при том, что я не переворачивала эту банку. Они суперски пропитаны и вы вот этой ребристой поверхностью проходите по носу, по центру лба, по подбородку, где-то вот здесь на щеках, да, ближе к носу. Дальше, для того, чтобы так сильно не отшулышивать кожу там, где она чаще всего менее проблемная, там, где не такие расширенные поры, вы переворачиваете вот этой гладкой поверхностью и уже периферию лица протираете этой стороной. То есть благодаря составу и также именно форме выпуска у вас сразу всё в одном. И это очень удобно, потому что у вас обновление, чистка пор, также успокаивающий эффект и лёгкое механическое воздействие. Как часто использовать? Я бы не советовала чаще, чем два раза в неделю. Это если у вас такая плотная жирная кожа, которая требует таких вот кислот, там, салицилки, и при этом вы не хотите, чтобы это было агрессивное средство. Если у вас чувствительная кожа, то сначала возьмите неребристую часть вот этого пэда, сторону, и пройдитесь по крыльям носа. Посмотрите на реакцию вашей кожи. Дальше, если всё окей, то опять же гладкой поверхностью, лёгкими движениями по тем участкам, где кожа, возможно, жирнится. Но будьте бдительны и не переусердствуйте. Мне нравится то, что после использования кожа максимально гладкая, она сияющая. И лично в моём случае я не превращаюсь в помидор. Не в тот же вечер, когда я использую, и не на утро. У меня кожа не шелушится после этих пэдов. Вообще, такой продукт, который бережно, но эффективно воздействует на кожу вашего лица. Я ещё прохожусь по шее и по декольте. Кстати, на iHerb есть классные наборы миниатюр, в том числе и на зелёную линейку от SOM BY ME. Это хорошая опция, когда ты можешь приобрести небольшие форматы средств на пробу, посмотреть, что тебе нравится, что подходит, что стоит приобрести в полном размере. Или в путешествия часто я беру такие наборчики со своими любимыми средствами. Или же в качестве подарка приобретаю. Все ссылки на те средства, которые я сегодня упоминаю, и на такие наборчики будут ждать вас в инфобоксе. По поводу доставки. iHerb доставляют по всему миру в 180 разных стран. Я продублирую вам ссылку, пройдя по которой, вы можете посмотреть, какие есть опции доставки в вашу страну, сколько это будет стоить. Так что обязательно гляньте, если вы будете оформлять заказ впервые. Что касается доставки в Польшу, сейчас она изменилась. И это прям бомбическая новость, потому что теперь мне не насчитывают налог. И я вот заказывала уже 4 посылки, там с витаминами, и с косметикой было 2. И я ни разу ничего не заплатила сверху. Но даже тогда, когда мне насчитывали налог, мне все равно получалось выгодно. Потому что изначально цены на iHerb более доступны, чем в любых других магазинах, например, здесь в Польше. Продолжая с косметикой, я приобрела себе бибикрем от бренда Misha. Это линейка Signature с SPF 25, и я взяла себе 23 оттенок. Настолько красивая упаковка, я не могу. Она еще красивее, чем у классического супер популярного бибикрема Misha. Здесь чуть другое покрытие. Он более легкий, он незаметен на лице. То есть он выравнивает оттенок кожи, он делает наше лицо более таким однородным по цвету. И мне этот оттенок очень хорошо подошел. Он сегодня на мне, и он распределяется буквально как крем. Он с увлажняющими свойствами, но он не прям сверхсильно сияющий. Если у вас есть какие-то мелкие морщинки, если у вас возрастная кожа, если вы любите эффект отдохнувшего такого сияющего, но умеренно сияющего лица, если вам нравится все естественно выглядящее, то я уверена, что вы его оцените. Я распределяю его пальцами. Мне нравится, как он подстраивается под мой оттенок кожи. Хотя изначально, когда я только посмотрела сводч на руке, думаю, ой, нет, он какой-то с сероватым подтоном. Но когда ты его наносишь, он сливается с кожей, и вообще нет эффекта накрашенного лица. Это сияющая, отдохнувшая кожа, и за счет вот этих увлажняющих свойств лицо кажется таким холеным, очень ухоженным. Я бы с удовольствием даже своей маме купила точно такой же. Он хорошо держится в течение дня, он не проваливается морщинки, не подчеркивает мне поры. Я фиксирую его пудрой, которую покажу вам тоже в этом видео, и это идеальный вариант на каждый день. На iHerb представлен бренд Maybelline, и там также есть тональные, которые я недавно нахваливала из линейки Fit Me. И вообще вот так, вспоминая, что у меня было от Maybelline, несколько раз подряд я покупала консилер Fit Me. И мне кажется, что эта линейка прям предназначена моей коже. Вот все средства на мне работают и выглядят абсолютно люксово. Я решила взять пудру, тоже Fit Me, и выбрала для себя оттенок 15. Написано, что это light, но light в случае этого средства, это, конечно, относительное понятие. Я даже испугалась, когда открыла эту пудру, потому что она довольно темная. Я бы сказала, что по оттенку она персиковая. В камере, возможно, она кажется более бежевой, но персиковая. Вот это самое точное описание. Я побаивалась, знаете, глаза боятся, руки делают. Я нанесла раз, второй, третий поверх разных тональных кремов. Я не заметила, чтобы она делала мою лицо темнее или с каким-то таким непонятным розово-оранжевым подтоном. Нет, это не произошло. Пудра имеет мельчайший помол. И вот когда ты набираешь ее на палец, то она довольно светлая. Почему в упаковке она кажется такой темной? Непонятно. Но она так хорошо фиксирует макияж. Иногда ты не ожидаешь чего-то. Это такое приятное ощущение, когда получается вау, да? То есть я не читала описание, что она должна делать. Она сглаживает поры, она хорошо фиксирует макияж. Так как я использую более насыщенный уход и также увлажняющие тональные кремы и биби-кремы разного рода, то на мне это не матовый финиш, это скорее сатиновый. Но все с ней превосходно держится. И когда ты зафиксируешь там периферию лица, то поверх этой пудры и любого тона или биби-крема все хорошо наносится. Бронзер, румяна, хайлайтер. То есть ничего нигде не залипает и я очень приятно удивлена. Так что бюджетная находка в мою копилку. Признаюсь честно, купила эту маску чисто из-за доверия к бренду I'm From, также из-за положительных отзывов и скидок. Я прочитала, что это маска с полынью. Здесь полынь в виде пудры, ее чуть больше 2%, также другие растительные ингредиенты. И когда эта маска для проблемной кожи, при этом в ней нет никаких там кислот, каких-то более знакомых мне ингредиентов. И когда эта маска, которая должна снимать какие-то раздражения, то есть она для чувствительной кожи. Думаю, ладно, если ты ничего не делаешь, то я не постесняюсь тебя поругать. Давайте по порядку. Маски здесь прилично. Она в такой внушительной стеклянной упаковке, еще прилагается лопатка. То есть ее удобно набирать. И тут открываю я ее впервые и вижу, что это такое как желе или чуть более плотный гель с травами. И аромат аптечный. Ну то есть представьте себе, как пахнет полынь. Вот приблизительно те же ощущения. Я начала загребать это все лопаткой и наносить плотным слоем на лицо. Именно так нужно сделать. И сказано было, что ее нужно оставить на 5-10 минут. Я думаю, подержу 10, так как она же должна там что-то сделать, а восстанавливающие какие-то там свойства. Тут в принципе ничего там от нее не ждешь. У меня тогда были красные пятнышки на лице, потому что что-то я себя там надавила. Было какое-то постакне. И я обалдела, когда я ее смыла. То есть спустя 5-10 минут ты смываешь, и лицо у тебя вот однотонное. Нет никаких покраснений. Там, где я что-то давила, все успокоилось. Я вам клянусь, что я настолько скептически подходила к этой маске, насколько это было в принципе возможно. Но она работает, и это видно в зеркале. Поэтому все отзывы, которые меня склонили к покупке, они были правдивыми. И я бы сама даже как-то не додумалась ее приобрести. Я видела, что есть еще эссенция с полынью. Я так призадумалась, потому что у меня проблемная кожа бывает. И чувствительная, и наверное в следующий раз вместо эссенции с инжиром, которая дает суперуглажнение, я попробую еще восстанавливающую маску, не маску, эссенцию о таймфром. Очень, 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 очень понравилось. Обещала рассказать вам о преимуществах шоппинга на iHerb. И это не только классный ассортимент и приятные цены. Дело в том, что у них существует их специальная система вознаграждения их клиентов. И есть целых три способа заработка. И я как постоянный клиент могу сказать, что это работает, и здесь нет никакого подвоха. Во-первых, вы можете делиться вашими настоящими отзывами на те средства, которые вы приобретали, которые любите. Также вы можете отвечать на какие-то вопросы, которые иногда возникают у других клиентов. То есть кто-то что-то уточняет, переспрашивает, вы можете ответить. Также вы можете делиться ссылками с вашей семьей, с вашими родными. Помимо этого, существует еще и реферальная программа, благодаря которой вы даете код на скидку, которая составляет 5%. И вы также зарабатываете 5% от суммы заказа. То есть кто-то оформляет заказ, воспользовался вашим кодом, и вы получаете с этого заказа 5%. И эта скидка в размере 5%, она работает как для новых покупателей, так и для существующих. Вот только сами своей, вашей скидкой вы воспользоваться не можете. То есть когда я оформляю заказ, я ищу чей-то код или беру код своей подруги, и получается, что мне приятно, я получаю бонус при покупке минус 5%, и она зарабатывает 5%. И когда у вас накапливается от 100 долларов и выше, то вы можете вывести эту денежку себе на карту, или же вы можете снова что-то приобрести на iHerb. Здесь нет ничего обязательного и принудительного. То есть если в каком-то месяце вы не перешагнули вот этот порог в размере 100 долларов, то ваши вознаграждения переходят на следующий месяц и так далее. Спустя 8 лет тестирования разных принадлежностей для нанесения макияжа и аксессуаров, я могу абсолютно точно сказать, что самые прочные кисти это кисти Real Techniques. У меня есть и мини-версии, и большие, и ни с одной из этих кисточек ничего не произошло. Причем я как-то сильно не заморачиваюсь, когда я их мою. Каждый раз, когда их сушишь, они в идеальном состоянии, ворс не выпадает, он как-то не утрамбовывается от тональной основы или от кремовых текстур. Это те кисточки, которые, ну вот я не знаю, что с ними нужно сделать, чтобы они испортились. И я сейчас заказала набор, состоящий из четырех мини-кисточек. Они как бы отличаются от полноразмерных только своей ручкой. А так это, ну, такая полноценная кисть, скажем так, но очень удобная, потому что это не занимает места в косметичке. И также, когда ты куда-то едешь, у меня всегда с собой кисти Real Techniques, и это тоже факт. Если вы смотрите влоги из путешествий, и я где-то там показываю свою косметичку, то там всегда есть кисточки Real Techniques. И вы видите, что я их не меняю. То есть они вот как были у меня там пару лет тому назад, и те же мне сужат. Пока что я не решила, я оставлю себе эти миниатюры или подарю кому-то. Это тоже классный вариант подарка, потому что на кисточке тебе всегда жалко. Думаешь, ну, можно же обойтись пальцами, а можно одной кистью нанести и румяна, и бронзер, и пудру. А это все на самом деле очень удобно. Тем более, что здесь одна универсальная кисть. И у меня есть такая, я ее наношу и тон, и кремовый бронзер, хайлайтер, там румяна, все что угодно на самом деле. Также кисточка, написано, что это для фиксации макияжа. Я иногда использую ее для того, чтобы нанести пудру под глаза, но также для хайлайтера она здорово подходит. Или румяна тоже можно ею распределить. Кисть для лица, ну, все они для лица, просто она так называется, под номером 407. Она объемная, и у меня тоже такая есть для пудры. Классная, то есть раз-раз махнул там, и все готово. Также для бронзера можно, и для румян. Небольшая кисточка для глаз. Вот, кстати, такой у меня нет. У меня есть чуточку другая по форме, но вот эта небольшая, ею можно затемнить уголок века, или нанести наоборот что-то во внутренний. Да, то есть тут как бы используйте как хотите. Причем эти кисти хорошо и растушевывают все, и также наносят, ну, то есть если, например, это кремовые какие-то тени, да, иногда я наношу базу или кремовые тени оттеночные, тоже растушевываю синтетическими кисточками, и все прекрасно. Я как большая поклонница тональных кремов ENAV. Вот коллаген, один из моих самых любимых, и во всех моих подборках всегда есть что-то от ENAV. И я уже давно смотрела на этот спрей, это коллаген увлажняющий спрей, но я не расцениваю его как увлажняющий тоник, я не жду от него каких-то спецэффектов, то есть для меня это чисто как или праймер под макияж, когда я, например, утром не накрасилась, а нанесла свой уход, все сто раз впиталась, пока я переделала все домашние дела, и потом я сажусь краситься, и хочется как-то увлажнить кожу, но она не требует крема. Тогда наношу под макияж, или когда я напудрюсь, набронзируюсь, нарумянюсь, господи, сколько всего, правда? Я распределяю этот спрей по лицу, и тогда все соединяется воедино, и все слои макияжа так, и как один. Вот сейчас. Аромат приятный, распыление бывает и помельче. Боже, это так комфортно, я напудрилась, то есть в жизни я наношу чуть меньше пудры, мне нравится, когда лицо очень сильно светится. Я просматривала разные средства из категории Beauty Night Herb, и наткнулась на сыворотку для ресниц и для бровей. Я не ожидаю какого-то супер роста ресниц, но мне хотелось бы, чтобы они укрепились, чтобы они были более напитанными, такими блестящими, не такими тусклыми и сухими, как сейчас. Они у меня длинные от природы, но не объемные, не крепкие, то есть во время до макияжа они не выпадают пачками, но все равно, я думаю, не помешает, знаете, иногда поухаживать за теми частями тела, которые всегда остаются без внимания. А бровей побольше не помешало бы, потому что как-то вот есть какие-то пробелы, которые мне все-таки приходится закрашивать во время нанесения макияжа или даже в повседневном таком преображении себя. Это сыворотка с абсолютно безопасным натуральным составом, то есть ею можно пользоваться всегда и абсолютно всем, даже если вы в положении. Здесь органическое касторовое масло, масло, опять же, органическое черной зиры, масло розмарина и витамин Е. Это все, больше здесь ничего нет. Мне немножечко повеселили отзывы, когда кто-то там использовал один раз и уже на следующий день ресницы стали длиннее, чернее. Я так, что? То есть нужно ей пользоваться минимум там, ну месяц для того, чтобы увидеть хоть какое-то действие. Ладно, я ее наношу на протяжении двух недель и то, что я для себя отметила, это блеск ресничек, то есть они стали более напитанными. Это ощущается, это тоже заметно. Здесь не щеточка, а вот такая как бы кисточка. И когда я наношу ее, ту сыворотку на брови, то окей. А вот что касается ресниц, то нельзя как подводкой ее воспользоваться. То есть я беру немножко на пальцы, растираю и вот так вот аккуратно прохожусь. То есть не нужно заливать ею себе глаза, потому что у нее довольно вязкая такая текстура, то есть это как плотное масло. И нужно прям мини-мини микро. И я не прям вот залезаю куда-то в глаз или добираюсь к корням, я наношу на кончики. А за счет того, что это масло, оно и так доберется до вот этих корней ресниц и все будет хорошо. Я наношу это средство на ночь и за ночь оно спокойно там работает. Я сплю, мне ничего не мешает. Так как у меня чувствительные глаза, они всегда от всего буквально краснеют, даже когда я выспалась. И когда я не грустная, у меня все равно могут быть красные глаза из-за сухого воздуха. И бог знает от чего. Вот. Эта сыворотка мне не раздражает глаза. Они у меня не подпухают, что иногда случается, когда ты используешь особенно натуральное масло в своем уходе. Здесь я просыпаюсь, как ни в чем не бывало, все хорошо смывается и нет никаких жирных пятен. Через месяц-другой я расскажу о максимальном эффекте, который мне удалось получить от этой сыворотки. Но если почитать отзывы, то многие пишут, что и брови отрастают, но только такие нормальные отзывы, да. И реснички становятся длиннее. По-моему, касторка еще никому никогда не навредила. А здесь у нас помимо этого есть другие компоненты. Так что я в приятном предвкушении. Это уже не совсем категория бьюти. Это больше про спа. Когда-то очень давно я пробовала вот такие паровые маски от бренда Као. Они японского производства. И если вам сложно вечером расслабиться, или если вы чувствуете напряжение в области глаз, то вот такие паровые масочки очень хорошо помогают расслабиться. И иногда я даже в них засыпаю. Сейчас. Я заказала себе сразу несколько упаковок таких масок. Они бывают с разными такими расслабляющими одушками, типа лаванда. Но мне нравится даже без ничего. Это маски, которые надеваются на глаза перед сном, или в полет, или тогда, когда вам хочется снять напряжение вообще не просто с области глаз, но и с вот этой лобной части. То есть ты надеваешь маску, она хорошо закрывает вот эту часть, где находятся глаза, и выделяется теплый, комфортный пар. То есть ничего вам не жжет. Это очень приятно. Маска нагревается до 40 градусов. И ты моментально вот такое ощущение, что чувствуешь, как тебе кто-то раз тут нажал кнопки, и всё так разровнялось. Ты просто заставляешь себя, даже можно так сказать, отключить вот эту зону от напряжения. Когда-то очень давно я попробовала, и потом не видела нигде у нас в продаже, и даже обрадовалась, когда они появились на iHerb. Это супер вещь. И иногда я настолько расслабляюсь, что вечером отключаюсь, просыпаюсь, эта маска где-то на постели. То есть я даже не успеваю её снять. Очень крутая штука. И да, иногда, когда просто хочется как-то себя побаловать, или когда ты чувствуешь, что нужно прям силой себя расслабить, я надеваю эту масочку. И помогает даже в течение дня, перед сном, так это чистое блаженство. Я надеюсь, вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. И также в конце этого видео скажу, что все средства, которые я показывала, которые я заказывала, это исключительно мой выбор. То есть партнёрство, сотрудничество, не предполагая то, что мне кто-то что-то навязывает, или говорит, что мне попробовать, на что сделать положительный обзор, я действительно со всей ответственностью подхожу к выбору. Не лишь бы что, а анализирую. Я знаю, что может мне подойти, что нет. Поэтому часто я не промахиваюсь. Есть какие-то разочарования, но, к счастью, их немного. Ну а на этом мы с вами прощаемся. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.